всем привет с вами я дмитрий фреско вы смотрите кулинарную пропаганду меня достаточно часто упрекают что на канале видно все время мясо мясо и мясо еще раз мясо с очень редкими вкраплениями рыбы и морепродуктов согласен так и есть но статистика просмотров показывает что именно мясо вас в первую очередь интересует однако я нет нет и воткнул в мясную программу ролик выпадающий из этой мясной вакханалии и сегодня как раз таки такой случай каша вкусная очень вкусная и вы знаете при поедании совершенно не возникает желания добавить нее мясца приготовьте хотя бы один раз и вы однозначно потяете на это дело и так мне для ее приготовления понадобится гречневая крупа горох холощеный половинками сливочное масло лук чеснок и яйца если уж вы совсем не мыслите себе еды без мяса то для этой каши можно добавить еще мяса свинина например на косточках ну или ребрышки но в первый раз приготовьте без них серьезно приготовьте потом уже будете думать добавить или нет начнем горох я уже промыл заливаю водой и пусть варится под крышкой при слабом кипении а я пока займусь луком и надо рубить кубиком не крупным совсем мельчить смысла нет он после обжарки формата потеряет но и крупные лопухи лучше не оставлять и вот все это надо обжарить до румяности на сливочном масле если есть топленое используйте его а если у вас есть ги то его если кто не знает и это индийское название берут сливочное масло и долго-долго его перекаливают на среднем огне в результате сыворотка жиров отделяется эту сыворотку сливают выбрасывают у вас на руках остается перекаленный практически чистый животный жир без сыворотки без лактозы на таком жарить хорошо гореть ним нечему что касается мяса если таки соберетесь его класть хоть я вам не советую это делать первый раз то его можно либо сразу вместе с горохом положить творится либо сначала на вот это масле обжарить до румяности добавить его в гороху а потом на этом же масле обжаривать уже лук и так нужно подождать пока вода в кастрюлю с горохом выкипит примерно на треть так что у меня перерыв продолжаем разговор треть воды выкипела горох сварился вот он какой весь расползшийся уже в кашу так же отправляю сюда гречку перебранную солю и накрываю крышкой пусть варится дальше до готовности гречки как видите никаких сложностей лук у меня тоже обжарился смотрите какой красивый он для заправки а еще для заправки мне понадобятся яйца сварены вкрутую опять перерыв все каша готова осталось его заправить яйца нарубить лук отправить в кашу яйца сюда же сбок чеснока тоже нарубить помельче кастрюлю его перемешать и можно за стол трескать это чудо я не знаю чем это связано но гречневая каша в союзе с горохом и луком почему-то на мой взгляд пахнет мясом обожаю этот вкус обжаренный лук дает сладость чеснок легкую остринку яйца придают большей мяснистости что ли просто супер какой-то просто чудо я в принципе обожаю кашу разваренную распаренную такую а здесь в сочетании с горохом это просто фантастика готовится просто да нужно подождать пока сначала горох распариться там гречка но видите никаких сложностей быстро вкус фантастический собой такую в тормозке на работу взять нелое дело она даже и разогрета в микроволновке ну или просто не в микроволновке просто разогретая тоже совершенно фантастически на вкус так что готовьте без мяса наслаждайтесь и радуйтесь отдельное спасибо хочу передать тем кто ставит лайки дизлайки и репосты это помогает каналу расти создать активность на канале мне очень приятно со всеми вами общаться многих из вас и воспринимаю уже как хороших друзей отдельное спасибо спонсору самури за спонсорскую поддержку монтажеру за отличный монтаж вам за компанию всем пока а